Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Для многих это уже любимая рубрика. Кто открывает впервые, я говорю о том, что я рассказываю о новостях. То, что об этом на самом деле думают, считают обычные жители Турции. Важная тема, я же выжидала время, чтобы понять вообще, да, какие-то результаты, чтобы было о чём поговорить, подискутировать, если вы хотите. Знаете, отношения и реакции Турции по поводу конфликта, не свершившейся революции в Казахстане, что они об этом думают. Почему важна точка зрения турков на это? Потому что это тюркские народы. Языки казахов и турков похожи на 30%, очень похожи языки. Буквально, когда я смотрела новости о Казахстане, я очень многое понимала, когда они говорили на своём языке, о чём идёт речь, о чём многие слова с турецкими очень похожи. И очень много казахов в Турции, будем говорить честно, особенно в Стамбуле, то есть это довольно-таки тесные взаимоотношения. Первые дня три, наверное, вообще была просто тишина. Было первые два дня точно, типа ничего не происходит, что ты смотришь в интернете какие-то новости, делают вид здесь в телевизоре, будем говорить о политиках и так далее. То есть все люди, сами турки, здесь в Турции информацию о том, что в Казахстане что-то происходит, вообще что происходит, они сначала первые, наверное, 12 часов, первые сутки вообще непонятно ничего было. Какие-то новости я своему мужу рассказывала. И людей это, честно скажу, мало интересовало местных. Первая реакция пошла от противников, от оппозиции правящей партии. И в пабликах, в Инстаграме, в Твиттере стали появляться отрезки с митингов, которые были с плакатами, когда люди выходили, то есть уже где-то на третий-четвертый день ситуации. Первая информация, что турки получили, это о том, что казахи выходят против повышения цен, когда они, вот эти все лозунги. И очень популярное заверсилось видео, обрезок видео. Я тоже видела в соцсетях наших, когда женщина говорила, и девочки, вот этой девушке молодой, 26 лет, типа, чего боитесь выходить в эту историю. Вот эти видео вообще, они просто очень заверусились. Почему здесь игнорировали и не допускали информацию? Естественно, дурной пример заразителен. Нельзя это показывать, провоцировать людей, когда буквально три недели назад мы были на грани такого же. Никто не знает, еще не улеглась, скажем так, ситуация. И никто не знает, как люди на это среагируют, потому что здесь повышение цены. Помните, в последнем выпуске новостей я вам об этом же сказала, что с 1 января повышение. Буквально я эту новость выпустила, да, и в Казахстане все истории сейчас. У нас повысили цены на газ, на электричество, на топливо, все тоже, по сути, самое. Но обстановка в стране немножко другая была, поэтому казахов так стригетнуло, а в Турции ничего этого не получилось. Турки, скажем так, к этому еще не готовы. Так вот, люди очень все переживали, в соцсетях это обсуждали, писали комментарии, поддерживали условно. Ну, это я говорю про обычных людей, где кто-то смотрел отчасти завистью на это, и думали, да, блин, вот так люди могут. Наверное, не надо объяснять, да, всю ситуацию. У каждого будет свое мнение, свои взгляды, кто-то на чьей-то стороне, что произошло. Я вот честно от себя, не держа нейтралитет, а вывод один из, да, и сложившейся трагедии, скажем так, сделаю. К сожалению, страдают люди, в стране ничего не поменялось, очень много жертв, и все останется или осталось так, как было. И, к сожалению, демократического свежего воздуха в эту закрученную банку, когда как бы рванул клапан, не поступило, к сожалению, крышку закрутили еще сильнее. Это мое чистое личное человеческое суждение, можете быть с ним согласны, можете быть не согласны, ваш выбор. От себя только вот это. Что касается турецких телеканалов, только на 9 число, 9 января, я впервые вообще увидела, и тоже муж говорит, слушай, первая по ходу программы вообще про Казахстан посвятили отдельно этой ситуации. Время, где-то час, это все обсуждалось. Это, кстати, канал Хабер Турк, ну, такой провластный канал, довольно-таки недемократичный, и показывали, да, видео с протестов. По сути, они констатировали факты, на чью-то сторону не вставали, просто скажешь, что было. Затем стало уже появляться после числа 10-11 января, вот уже буквально несколько дней назад, стало появляться мнение правительственное, да, партия вообще, что происходит. Вообще, конечно же, демократы и оппозиция ведущей партии в стране, они за демократическое, скажем так, решение проблем обеспокоены, поддерживают людей. Естественно, тут же тема поднятия цен идет сюда в расход. Конкретную позицию тоже боятся чью-то занимать, но более-менее поддерживали там простой народ, сопереживали, сострадали, поднимались такие темы, как они, конечно же, оппозиция была против ввода войск для помощи казахскому правительству, да, назовем вот так. В общем, это никто не одобрил, они очень напряглись присутствием России в Казахстане, а я уже как в Патрицкой Казахистане хотела сказать, в Казахстане, и, ну, довольно-таки, да, история, что страна отделяется, отодвигается сейчас от Европы, от Америки в том числе, ну, как бы напряглись. В свою очередь, ведущая партия страны политический, вот этот режим, который сейчас в Турции происходит, и Эрдоган в частности, они в итоге, конечно же, приняли победителя в сторону, они должны поддерживать, сохранять дипломатическое общение, они просто выжидали и посмотрели, на чью сторону можно встать, кто в итоге победил, того мы поддерживаем, да. Естественно, сразу же начали обсуждаться, что, ой, а почему нас не позвали помогать, да, а почему мы не помогли. И вот буквально вчера было созвано заседание, встреча тюркских народов, есть такая организация, вот ОДКБ есть, постсоветская, да, страна эти наши, СНГшные, а есть тюркских народов организация, и они обсуждали, в общем, у них такое поставление вчера вышло, что, мол, в следующий раз, если что-то такое произойдет в тюркской какой-то стране, мы тоже поедем помогать. Я вот простыми человеческими словами, да. Как люди относятся к этой позиции? Честно скажу, никак. Да, все это пережили, посострадали, и на данный момент тема Казахстана, она уже утеряна, она уже уходит с повестки, это уже мало, это вообще в принципе, знаете, Тима такая а-ля первые дни табуированная была, она уходит с повестки в принципе, а сейчас уже людям вообще стало вокруг, ну, не очень это интересно, потому что события как бы закончились, они не очень активно следят за этой историей, потому что своих проблем, конечно, навалом, каждый думает, как заработать, где поесть и так далее, тяжелая экономическая ситуация, поэтому мы попереживали, как бы типа и забыли, вот честно так сказать. Что касаемо самой Турции, у нас очень скаканула заболеваемость короной, как и везде во всем мире, в Европе, да, и я буквально вчера видела новости в России, что предупреждает, что через две недели нас накроет Россию, блин, поверьте, наверное, мне кажется, раньше эти две недели нифига, или уже накрывает, у нас же статистика непрозрачная, попробуй догадайся. Что я здесь могу видеть по своим знакомым, по родственникам, уже есть случаи, кто болел омикроном, это переносится, как у моих, по крайней мере, знакомых, это как ротовирусное заболевание, инфекция, тошнота, диарея, температура у кого-то, конечно, как-то прикоронится высокая, они сначала вообще не поняли, мои знакомые, что не заболели именно этим видом короны. Короче говоря, так же тяжело, недели полторы, две болеют, но в итоге потом силы также покидают слабость. Все то же самое, только еще кишечные расстройства добавляются. Запах, кстати, запахи не пропадали ни у кого. Но они у меня переболели уже третий раз, это был, семи видами, наверное, короны, и сказали, что полегче, честно говоря, чем самый первый был. И реально тоже я замечаю по рассказам вокруг, что тенденция вот этой силы, я забыла это слово, извините, но, короче говоря, сила вируса, она ослабевает, он перерождается, естественно, уже начинает растворяться, становится это все полегче, слава богу. То есть по статистике, можете видеть, да, меньше смертность, и научились лечить, как бы хотя бы, да, отслеживать всю эту историю, меньше смертности, меньше случаев на ИВЛ, когда люди, и то это радуют. То есть это приходит в разряд, такого назовем в кавычках, гриппа. По поводу вакцинации, если вы знаете, то в конце года, в декабре у нас турецкая вакцина была произведена, называется она Турковак, ее быстро там впустили, скажем так, в производство и в применение, в декабре месяц, в ноябре-декабре месяц, но сейчас там какая-то независимая, скажем так, объединение медицинское в Турции, ну такие, то есть они независимы от государства, частного спонсирования, вскрылось то, что они выпустили рапорт, документ о том, что как бы, алло, первые два этапа тестирования вакцины открыты, а где же третий? Нет документа о том, что вакцина, ну вот эта сертификация, допущена, кстати, у нас спутника в России была, то есть до сих пор вроде там все это скрыто. В общем, они наехали и заметили то, что типа, алло, в чем пребываете людей, вот это вот третий заключительный этап, по сути, самый важный статистический, он не раскрыт, засекречен, а мы уже людям как бы ее колем, а надо как бы, что все три этапа, все это было прозрачно. И, естественно, президент у нас обрушился с критикой, такой конкретной личной критикой на то, что, да как вы смеете подвергать сомнениям собственно там подкупной и тому подобное, да, тут не прямая цитата, но смысл такой. Но при этом, после этого его спича такого, министерство здравоохранения обещало, что в ближайшие дни они опубликуют, раскроют, рассекретят вот этот третий этап тестирования этой вакцины, что типа, на самом деле все безопасно, не переживайте. У меня, у меня, как у человека, ну здесь кто, да, у людей, вопрос возникает, черт, ну почему сразу не откроете, вы что там, хотите какие-то данные подделать, я не знаю, подменить или и так далее, зачем нужно ждать несколько дней, если у вас это есть в доступе, все должно быть уже готово, ну блин, опубликуйте к вечеру, например, когда этот конфликт произошел, в чем дело, ну, история такая. По поводу закрытия и всего прочего, как сейчас в Европе, опять локдауны начались, здесь локдауны, мне кажется, по финансовым вариантам, короче, не вариант по финансовым, экономическая ситуация здесь, да, вы понимаете, зубы-то просто на полку положить, если делать локдаун, и это просто взорвет просто окончательно общество, я думаю, никаких локдаунов не будет, но хотят вернуть обратно, то есть кабинет министров обсуждает, может быть, на днях будет информация, но я думаю, не будет, потому что скоро каникулы наносут, дети, в принципе, со школы, да, уйдут с очки, хотя бы на недельку домой передохнуть, вот там мини-локдаун, где распространяется заболевание, очное учебное заведение, школы, университеты, поэтому у нас очень по вот этому новому штамму корон, очень много заболевших среди молодежи, школьники, еще у нас здесь, извините, фиганул свиной гриб, тоже, но я не скажу, это не вспышка, это не официальная информация, очень многих классы на карантин закрывают, у меня знакомых в Анкаре, в частности, у знакомых свиной гриб констатируют, и они там пересиживают недельку-две на карантине дома, классы тоже, блин, на старуху нашлась проруха, нежданно-негаданно, и по поводу карантинов, ну, типа, ведут опять вот эту рассадку на 50% в заведениях, там что, маски мы и так носим, ну, короче говоря, по факту-то ничего не изменится, на самом деле, типа, будут строже, пообещали, вот этот кабинет министров рассматривает условия, что будем, типа, строже рассматривать социальную дистанцию, и по возможности переводить на дистанционку очников, кого мы вывели, по сути, кто сильно болеет сейчас, садики тоже по возможности, но, скорее всего, может быть, они останутся, вспышек там в садиках особо не было, или не регистрировались они, то есть к ним претензий особо не было, ну, вот и все, по факту никак не поменяет эту нашу жизнь, я обычно скажу, в моем спортзале все эти два года, ну, когда открылась вся история, ну, год-полтора, он работает, да, у нас была вот эта социальная дистанция, половина тренажеров не работали, то есть парные, которые, то есть их по одному оставили, там что-то все протирали, дезинфицировали, пшикали, мыкали, короче, вся история, буквально неделю назад, когда я услышала новость о том, что в кабинет министров рассматривает ужесточение или там наблюдение социальной дистанции, у нас все эти наклейки убрали, пшикать все перестали, обрабатывать все уже забили, все уже, наоборот, перестали это делать, вот такая история по короне, и давайте про экономику немножко затронем, по экономике доллар-то у нас все равно высокий, в районе там где-то 14 лир за доллар сейчас, ну, это, конечно, не 18-19, ну, простите, и не 10, да, рост цен такой прям катастрофический, он, в принципе, приостановился, все, что надо было поднять, в цене подняли, подорожало и так далее, что-то там где-то остается, как было раньше, то есть вот этого скачка, когда каждый день приходишь, там новая цена, пока что на высоких ценах как подняли, все остается, но тоже была критика, в Deutsche Welle была статья о том, что, ну, якобы, типа там, кто писал эту статью, но это не в телевизоре, не публичное это заявление было, что Родоган раскритиковал министра экономики, что экономика не справляется, прошло там 20-30 дней, 20-х числа декабря, вот это ввели, помните, я в прошлый раз рассказывала, чтобы кредитование прикрепили к валюте, и, в принципе, вот в этой статье в Deutsche Welle было подтверждено, что мы, в общем, вот эта история с выливанием чтобы местные жители, чтобы граждане страны принесли быстренько доллары, открыли вклады какие-то, она провалилась, не получилось такой ожидаемый эффект, казну так не наполнили, и сейчас, естественно, вот, я помните, в прошлый раз говорил, тут давал эксперт три месяца полгода, максимум, три месяца, он говорил, месяц прошел, вот, сейчас посмотрим, что будет, будет мыльный пузырь лопца или нет. По поводу еще новостей, давайте я расскажу вам новости моего района, но с точки зрения людей, чтобы вы поняли, да, мы же говорим про людей, про жителей, что они тут думают, чем живут, я вам расскажу пример, чтобы мне задавали вопрос, а что в Турции, вы смотрите, Казахстан, как люди к этому относятся, а у вас там, что на революцию никто не уходит, там подобное, в общем, камеры засекли, как какой-то человек в машине задавил уличную собаку, я вам уже говорила, здесь очень, в моем частности, районе и вообще по Турции, в Стамбуле, животных домашних кормят, кошек, они, короче, живут лучше, чем люди, поверьте, если идет ресторан, там у них мясо в тарелках стоит, какие-то кости, там прожилки, вся прочая история, собаки лежат рядом и не едят, честно, я вообще не приезжаю, как-нибудь, если хотите, напишите в комментариях, я вам засниму, как питаются уличные собаки возле моего дома, люди так не питаются, поверьте, короче, кто-то сбил на машине, наехал на собаку, она умерла, и было это вторично, через какой-то промежуток в беремене, на этой же дороге, эта же самая машина, это камеры засекли, уличные, и наизвест был на животное с планированным, заранее там прям видно на видео, как человек из дальнего угла специально едет, давит собаку, бедное животное, и он, собака умерла в итоге тоже, две же таких жертвы, номера машины, вся история, чувака поймали, оказался это иностранец, парень 20 лет, ну я как психолог могу сказать, это одно какие-то ненормальные отклонения в его поведении, садистической наклонности, естественно, в общем, его задержали в участке полиции, держали нашего района, то есть по соседству, он здесь жил, где он по сути собак этих дарил, это возле его дома было, ну, человека как бы, понятно, и у нас же все тут за животных, за собакой, короче, что у нас тут началось в районе, собрались активисты, в соцсетях, все это распространилось видео активно, и они начали устраивать, вот день, когда его задержали, 8 вечера этого чувака, это вечером произошло, все вышли там на протест к полицейскому участку нашего района и просили просто, типа там, первых сначала лозунги были, типа, мы против животеров, нам не нужны соседи-убийцы, был такой лозунг, на второй день, ну, это уже поменьше кучку людей, было человек 10, 15, все равно у нас просто есть группа, я в которой подписываюсь, куда я в курсе этого всего, да, любителей животных, которые на улице их кормят, что я там этим занимаюсь, в общем, и это все там активно постилось, и по Стамбулу, в принципе, разлеталось, потом собралась группа, на следующий день, 10-15 человек, выяснилось, что он иностранец, и они начали просить его депортации, судите, наказывайте их, пусть как, платят штраф, и отправляйте нам, такие соседи, нам такие иностранцы, здесь не нужны, история на данный момент пока зависшая, и скорее я думаю, что они должны однозначно, даже 10-15 человек, его депортируют, здесь вот этот вопрос помощи животным, любви, он очень острый, с января у нас пришло, я не рассказывала о всем, для собак бойцовской породы, особо крупных, больших собак в домашних условиях, если они в портирах живут, обязательно у собаки должен быть чип, и собаку нужно стерилизовать, потому что очень многие, когда производят потомство собаки, они щенков выкидывают, оставляют где-то, не пристраивают, и поэтому у нас такие большие, там всякие кангалы собаки породы, они гоняют по улицам, уличные собаки очень большие, по 50-60 килограмм весят, они опасны, они едят от голода, могут на людей кидаться, не везде им хорошо кормят, еды хватает не во всех районах, короче говоря, вышел закон о том, что если ты дома держишь собаку большие крупные породы, там бойцовскую особенно, и так далее опасную, то ты должен ее стерилизовать, чтобы не производила потомство, если ты там официально не производишь для продажи, и тому подобное. Запретили вообще продавать животных в зоомагазинах собак, честно скажу, этот закон через полгода должен вступить, но честно говоря, я пока что в зоомагазинах я вижу животных, продают собак в том числе, я не знаю, что там существовать, как вообще будут эти магазины в итоге, и если полицейский там с жалоба поступил от соседей, что у тебя большая собака, приехали полицейские, проверяете, увидишь, что у тебя чипа нет, штраф 10 тысяч лир будет, это, наверное, сейчас по курсу 50 тысяч рублей. Я считаю, что это правильно, если ты взял себе это животное домой, бери за него ответственность, чип недорого, он стоит 40 лир, сделать этот паспорт животному в ветеринарке, это не такие деньги, там, на корм в день ты больше ему потратишь, чем ты займешься, в общем взял, нанеси ответственность, пусть в базе, в чипе будут твои данные, хозяина, там адрес, вся история, чтобы когда вы выкидываете блин собак на улицу, чтобы вынесли за это наказание, я тоже за это, это очень правильные меры. Почему я эту историю сказала? Да, вот буквально сами с турками обсуждали на днях, что люди выходят на митинги за животных, а за себя не выходят. Вот и все. Такие новости у нас в Турции, если есть вопросы, пишите в комментариях, мне будет очень приятно, если вы меня отблагодарите, вам нравится моя рубрика, просто напишите какой-то комментарий, поставьте лайк, распространите это видео в соцсетях, разошлите его, чем видео более популярные, просматриваемые, тем YouTube больше выдает их предложенных, для моего канала это рост. Спасибо вам большое, если вам нужна моя консультация как психолога, всегда в инфобоксе моя почта, пишите, с темой письма консультация, спасибо за внимание, всем пока.